Биометрические данные – это запись голоса, снимок лица. Ни голосовые сообщения, ни видеозаписи ими не являются. Биометрику, как правило, запрашивают банки. И то, по желанию клиента. И в любое время можно отказаться от использования данных. Фейковую информацию распространили после распоряжения банков о создании единой биометрической системы. Они были, может быть, сначала это и не фейками. Часть банков Российской Федерации, согласно нашего российского законодательства, направляла людям сообщение, что до 30 сентября в единую биометрическую систему будут переданы их данные. Но это касалось тех людей, которые эти биометрические данные сдавали. Чего и следовало ожидать. Мнительные граждане помыслили о тотальном контроле. Очень большая часть пенсионеров, которые в этот момент ренулась свои биометрические данные, так сказать, защищать, они просто ни разу не ходили и не сдавали эти данные. Поэтому в большинстве своем это фейковая информация. На самом деле, единая база нужна для более быстрой и эффективной работы многофункциональных центров. Сейчас для получения услуг необходимо предъявлять паспорт. А с введением биометрики достаточно будет фото и записи голоса. Этот сервис будет доступен не ранее 2024 года. Виктория Черкова, Бахтияр Салтанов. Улправда ТВ. Продолжение следует...